Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Меня зовут Александр. Хочу записать для вас, нельзя сказать, что это будет обзор, а, наверное, больше отзыв. Купил для себя вот такой вот пауэрбанк от компании Xiaomi. В принципе, наслышан был до этого о этих пауэрбанках и раньше имел дело с пауэрбанками. В принципе, очень впечатлен качеством реализации данного устройства. Объясняю, что это такое для тех, кто не знает. Это такая штука, пауэрбанк называется. Она нужна для того, чтобы, например, в походах, либо в любых условиях, в которых вы не имеете прямого доступа к сети, вы могли зарядить свой гаджет, планшет, либо там смартфон. Поставляется эта штука вот в такой вот оригинальной коробке. Обязательно обращайте внимание на то, что должна быть вот такая вот штучка. Это свидетельствует о том, что данное устройство у нас оригинальное от именно этой компании. Такие штуки на 5000 мА, есть на 10, именно как раз она у нас сейчас на 10 тысяч. Есть что-то на 16, на 20 и так далее. По цене сейчас такой вот пауэрбанк стоит приблизительно 17-18 долларов в Китае под заказ. Понравился он мне чем? Понравился тем, что здесь цельный такой алюминиевый корпус. Он очень интересен по своему внешнему виду. Он довольно-таки компактный. Вот смартфон, вот эта штука. По толщине вот такое вот. В принципе, вот этих вот 10 тысяч 400 я тестировал эту штуку. Я тестировал следующим путем. Когда я подготавливался для обзоров, я тестирую аккумулятор в смартфонах. И нужно этот аккумулятор разрядить и зарядить до 100%. Вот эта штука у меня сделала заряд с нуля до 100% GUF2, аккумулятор которого равен 3000 мАч. И то же самое он сделал со смартфоном Elephone P5000, у которого аккумулятор на 5350 мАч. Из четырех лампочек у меня осталась гореть одна лампочка по окончанию зарядки. В комплекте поставляется вот такой вот шнурок. Он специально небольшого размера, небольшой длины, чтобы можно было удобно заряжать смартфон. Расскажу, что здесь есть. Здесь есть кнопка включения-выключения. Здесь есть вот таких дырочки, отверстия, которые показывают уровень заряда. Когда мы этот Powerbank заряжаем от сети, эти лампочки мигают в зависимости от того, какой заряд. Micro USB разъем для зарядки именно этого устройства и USB 2.0 для зарядки непосредственно смартфона. Все вот так вот подключается. Нажимаем. Ага, он уже начал заряжать. Вот пошла зарядка. Мигают у нас вот эти вот лампочки. Заряжен у меня сейчас он на 100%. И все четыре лампочки мигают. По мере того, как разряжается этот Powerbank, он мигает 3, 2, 1 и до полного разрядка. Время зарядки этого Powerbank, ну, я ставил, когда вот протестил эти все моменты, я поставил от обычной зарядки, 1 амперной. И за ночь он у меня не успел зарядиться на все 100%. Часиков, наверное, в 11-12 дня он у меня начал показывать не мигающиеся четыре лампочки. Плюсом этого устройства является то, что если у нас смартфон по типу такого, как Lenovo P780, который может принимать ток 2 амперный, либо там планшет, который принимает ток 2 амперный, то есть мощный ток, то этот Powerbank будет очень быстро заряжать эти устройства. Вот характеристики, которые поддерживают. То есть он как отдаёт этот ток в 2 ампера, так и может заряжаться вот такой же мощной зарядки по типу, как вот Lenovo P780, либо там от какой-то планшетной зарядки. Данное устройство просто незаменимо для тех, кто путешествует, для тех, кто ходит в походы. Его действительно хватает. Я, конечно, не могу сказать, что здесь действительно честных прям 10400 миллиампер, но всё-таки что-то около того, в районе 9000, здесь есть 100% и однозначно всем советую данный Powerbank. Мне он очень понравился. Я остался доволен. В принципе, эту штуку продавать мы не будем и не планировали, но как устройство очень даже удобное и стоит свои несчастные 20 даже долларов. На этом всё. Спасибо за внимание. С вами был Александр. Подписываемся на наш канал, записываемся на нашу группу и заходим к нам на сайт. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok